Акурда и президент Казахстана лично сегодня устроили прием высокого уровня для послов практически всех иностранных государств, официально работающих в Казахстане. Встречи Хасымжумарта Тукаева с зарубежным и дипломатическим корпусом стали не только хорошей традицией, но и средством укрепления торгово-деловых, инвестиционных и политических связей нашей страны с внешним миром. С какими посылами обратился президент к лидерам государств, расскажет Азиза Исабай. Это как раз тот самый случай, когда президент Казахстана проводит в буквальном смысле слова одновременный сеанс связи с политическим руководством сразу всех государств мира, чьи посольства работают в нашей стране и с которыми у республики установлены дипломатические, торговые и инвестиционные отношения. А это 180 стран. И только под самый занавес встречи будет совместное фото для истории. В самом же начале Хасымжумар Тукаев говорил, по сути, о том, о чем спустя время во всех подробностях иностранные послы проинформируют глав своих государств и правительств. И далеко не в последнюю очередь о тех политических реформах, которые прямо сейчас проводятся в Казахстане. Новая политическая модель обеспечит регулярную ротацию власти и закрепит дальнейшее демократическое развитие современной казахстанской государственности. Предстоящие через несколько недель внеочередные выборы президента состоятся уже с учетом этих изменений. Эти выборы заложат в Казахстане новую политическую традицию, откроют новую политическую эпоху. Я и моя администрация твердо намерены обеспечивать все условия для проведения открытых и честных выборов президента. И, конечно же, о глобальной безопасности. Сейчас, когда мировая система ее обеспечения трещит по швам, когда геополитическая обстановка наколена до предела, Казахстану просто необходимо еще раз напомнить о своем беспрецедентном вкладе в процесс стратегического разоружения и призвать политиков последовать своему примеру. Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует понимать, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия. Мы должны стремиться к постоянному укреплению дружественных и взаимовыгодных связей Казахстана с вашими уважаемыми странами и организациями. Строить мосты, а не стены. И выгодно торговать друг с другом. Наша страна по-прежнему готова предложить свои услуги как на глобальном продовольственном рынке, так и на транспортно-логистической арене. И, собственно, во всех остальных сферах тоже. Выступая перед иностранными дипломатами, Токаев отметил, что он, как глава государства в частности и правительство Казахстана в целом, придерживается ценностям устойчивого мира, сотрудничества и взаимного доверия. А также выступает за суверенитет и территориальную целостность государств по всем мире. Отметив, что присутствующие на встрече дипломаты и их страны могут рассчитывать на взаимное партнерство и конструктивный диалог. Азиза Исабауллахат Мергалиев, Столичное бюро, КТК.